Главное, чтобы она их долбила там. Просто, опять же, будут растрачены. А тут... Не послышалось? Откуда? Ну да, походу, она там уже этих волков гоняет. Ну пусть развлекается, в общем-то. Нам она не мешает. Так, активировать. Давайте активируем. Благословленные знаком леди быстрее восстанавливают здоровье и запас сил. Вы можете выбрать только один знак одновременно. Ну, слушайте, наверное, вот этот знак нам больше подходит. Конечно, намного больше. Так, знак змея удалено, знак леди добавлено. Конечно, намного круче. Здоровье и запас сил. Быстрее все восстанавливается. Ладно, посмотрим, насколько быстрее. Поверим на слово. Ну все, а теперь поплыли... Поплыли за камнем Азуры. Вот здесь уже глубоководная достаточно такая... Такой пролив, канальчик здесь вот этой реченочки. Так, плывем, 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 плывем. Вот здесь каменные развалины какие-то. Глубины или налты. Наверное, нам, слушайте, нырять придется. Я не помню, у нас есть микстура вот водного дыхания? Да, может быть, она бы нам очень пригодилась. А может быть, и не пригодилась. Так, хорошо. Значит, здесь вход. Это всем понятно. Но я предлагаю перед этим исследовать вот эту локацию. Так, где ведь золото? Самое главное, ничего здесь не пропустить. Полузатопленная какая-то башня. А еще нам бы важно найти здесь какой-нибудь входик сюда. Вообще, туда как-то можно забраться, интересно, или нет? Ну, мы сейчас с вами обследуем это и выясним. Так, ну, пока я ничего не вижу, никакого входа. Может быть, здесь? Может быть, здесь? Нет, смотрите, ничего здесь нет. Даже не представляю, как туда... Как туда можно подняться. Ой, она там с этим скрабом дерется. Ну, действительно, как бы человеку хочется поразвлекаться. Видать, ей скучновато. Так, забираемся. Ну, ладно, погнали. Глубины или налты, друзья. Сюда мы отправляемся за камнем Азора. Вперед. Ну, надеюсь, что поменьше здесь воды будет и этих рыб-убийц. О, фак! Вот вам и предзнаменование. Такой знак для сюда входящих, что здесь будет очень опасно. Ну, слушайте, возможно, здесь мы познакомимся с каким-нибудь наплечным мешком. О-оу. Так, на это сейчас мы почитаем. Взять. Дневник рыбака. Откроем. Дель лечения. Золото, морковь, золотое ожерелье с самоцветами, оказывается. Тут еще есть. Так, сам скелет. Кто это? Невозможно определить мужчина. Слушайте, ну, это, наверное, была женщина. Да, это была женщина. К сожалению, жалко, конечно, убили человека. Сейчас мы с вами быстренько посмотрим по книгам. Вот, если не ошибаюсь. Месяц высокого солнца 29-20. Это нам неинтересно. Дневник рыбака. Вот. Давайте-ка откроем. Сейчас посмотрим, сколько здесь прочесть. А, кстати, немного. Поэтому прочитаем. Получить приличный улов становится все труднее. Если не удастся найти рыбного места, мы вряд ли переживем зиму. Так что я направляюсь на юг, к озеру или на Алта. Говорят, оно проклято. Целый имперский флот однажды взял и ушел там под воду. И с тех пор, дескать, развалены населены призраками. Стоило поспрашивать. И мне рассказали немалые истории о духах. О людях, которые ушли к озеру и не вернулись. Говорят, что в затопленном форте живут призраки. Они крадут младенцев из колыбели. Местные крестьяне не согласились везти меня туда ни за какие деньги. Вот я иду по руслу реки Белой. Или Белой? Белой? Да хранят меня боги, надеюсь, все эти россказни ложь. Ну вот он понадеялся. Его на крест тут вздернули, блин. Да. Но это не крест. Нет, это не крест. Это не крест. Ну ладно. Значит, водные твари наверняка боятся огня. Слушайте, такая необычная локация. Очень красиво все здесь исполнено. Смотрите, все очень круто. Будет, наверное, интересно здесь проходить. Первый раз вижу что-то подобное. Да, я тоже, в общем-то, первый раз. Ну давайте. Здесь главное, чтобы твари эти не умели пользоваться магией. Остальное это все ерунда. Здесь как-то наверх еще надо подняться. Но просто так мы не поднимемся. Вот нужно тогда брать влево. И уже там осуществлять как-то наш поход вот к этой звезде Азуры. Ну, я думаю, что звезду Азуры тоже не слабенькие существа охраняют. Поэтому нам придется побороться с вами за эту звездочку. Скелеты здесь почему-то пустые. Дурное у меня предчувствие. Ой, если когда она так говорит, лучше делать быстрое сохранение. Это знак. А тут смотрим еще внимательно на ловушки. Их может быть здесь очень много. Так, не жить. Помните, у нас было задание. Так, свиточки, свиточки. Так, гармония. Десять штук огненный плащ. Джзарго. Давайте поближе подойдем. Нет, знаете, как надо сделать? Надо сейчас вот так вот. Свитки мы вот эти вот джзарго. Вызбранное добавим. Использовать. Ха-ха. Давайте вот так поближе к нему. Вот он замахнулся. Так, свиток. Огненный плащ. Давайте один возьмем. Хелффакин еее. Кто это сделал? Черт вас в двери, а. Ладно. Ладно. Некромант. Гребаный. До свидания. Ну ладно, ладно, ладно. Эх. Фидочка. О, еще один некромант. Ух ты. Че тут многовато некромантов. А это, а это вот как раз вот эти вот, которые крали младенцев. Сейчас ответим к младенцам. Ёкалмана. До свидания. Ууу. Это ученик. Это ученик. Так, отойди, отойди, отойди от нее, блин. Уууе. Так, опять что-то в лиду, наверное, попал. До меня. Повод твой, блин. Вообще ни капельки не смущает. Ладно. Крохотный камень душ. Лиловый игр на свет. Нет. Давайте всех обыщем. Там, ну там, по-моему, дальше кто-то был. Но пока спокойно. Не будем нервничать. Ух ты, человеческое сердце. Обалдеть. Тут какое-то снадобие находится. Зелье добавочной магии. Э-э-э. Сильно зелье магии. А книги эти можно продавать. Так, некромант ученик. Да, вот этого некроманта мы с вами уже обыскали. Так, да, здесь немножко мы так порушили все это. Так. Куда еще труп один улетел? Друзья, куда еще труп один улетел? Ладно. Так, книжечки проверяем. Нет, дорогих книг нет, поэтому они все для нас окажутся бесполезными. Осколок камня душ. Пять. Я, кстати, не знаю, зачем я его сейчас взял. Я, наоборот, от них избавляюсь. Ну все. Вроде бы можно... А, вот. Некромант новичок, оказывается. Зелье сопротивления электричества. Нам ничего не страшно. Кстати-то, сейчас чудо природы. Джизаргу. Нет, я не убил, не убил, не убил. А свитков у нас свиток огненный плащ. Вот он, свиток. Вот он, свиток. Может быть, назначить его на какую-то клавишу. Так. А назначим-ка тогда мы его... Ну ладно, захватывать души мы не будем. Назначим мы этот свиток на цифру 2. Только надо не забыть. А потом обратно все поставить, как было. Ладно, давайте продолжаем квасить этих колдунов, ведьм и тому подобных существ. Так. Да, хорошо устроились. Каменчик у них. Смотрите, какая столовая. В принципе, очень приличная. Вот они и человеческие черепа. Так, стоп. Сундуки их главное не пропустить никакие. Вот здесь какая-то есть дверь. Так. Ай, блядь! Так, Лида! Твою мать! Ты обламываешь, мне весь кайф. Туда здесь лучше пойти? Давайте смотреть. Либо туда, либо туда. О-оу! Найти звезду Азуры. Фух! Ладно. Лида. Слушайте, может ее... Ну ладно, пусть идет. Фиг с ней. Только она слишком хорошо. Уж очень с ними расправляется. Посмотреть скелет. Точнее, остатки от него. Серебряное кольцо возьмем. Древний нордский меч. Наверное, кто нам нужен. Сырая крольчья ножка. Зелье, зелье. Зелье, зелье. Прикольно. Те же самые золотые монеты. По сути. Побежали, друзья. Так. В эту сторону. Да, нам... О-оу! Вот здесь может быть серьезная битва на самом деле. Ну ладно, сейчас посмотрим. Они сейчас как из воды все повыпрыгивают. И что мне делать? Ну-ка, к тебе крышка! Оу, щет! Некромантный черт, блядь. Вот твою мать. Проткнул меня. Смотрите, правда, вот эти стрелы из Альдана. Они мне вообще никакого урона-то не наносят. Вообще! То есть у меня же еще сапожки, так сказать. Оу, некромантадепт. Вот... Оу.